Всем привет, меня зовут Макс, вы на канале Фрагрантиус и сегодня буду делать обзор на новинку 2021 года парфюм от арабского бренда Afnan, который называется Supremacy Not Only Intense. Поехали! Итак, друзья, прежде чем начну делать обзор, хотел вам сообщить, что у меня есть одноименный телеграм-канал Фрагрантиус, на котором много очень всего интересного, того, чего нет на ютубе, поэтому заходите, осматривайтесь, если вдруг не понравится, отписывайтесь. Итак, друзья, Afnan Supremacy Not Only Intense. Сразу хочу сказать, что парфюм этот мне предоставил для обзора официальный представитель бренда Afnan в России. Официально эти парфюмы продаются в сети L'Etoile, это значит, что буквально вот хоть завтра вы можете обойти в L'Etoile, попробовать, выбрать и, если понравится, купить. Чтобы у вас не было каких-то там сомнений по поводу ангажированности или проплаченности данного обзора, сразу хочу сказать, что мне вот перед тем, как я выбрал этот парфюм, прислали на обзор около 30 самплов самых разных парфюмов, самых разных ценовых сегментов, в том числе и бренда Afnan. Но вот на сегодняшний день я просто с большим удовольствием вот именно выбрал вот этот вот Afnan. Я сразу покажу вам, как это выглядит. Во-первых, произошел стремительный рывок в уровне качества презентации и упаковки. Те, у кого есть Afnan и предыдущих серий, я имею в виду Afnan Supremacy Silver, Afnan Supremacy Incense, здесь уже совершенно другой уровень. Вот просто абсолютно все другое. Выглядит теперь это все вот так вот. Посмотрите. То есть это такая вот супер обложечка, слайдер. Вот еще раз посмотрите, это такая красивая картонка с стеснением. И дальше вот такой вот шикарный пластиковый бокс. Честно говоря, я вот не припоминаю вот у западных брендов в таком ценовом сегменте, менее 10 тысяч рублей, такие вот презентации. Если кто-то что-то подобное видел, пожалуйста, мне напишите в комментах. Хочу посмотреть на это своими глазами. И дальше это все открывается в виде такой вот книжки. Вот, посмотрите. И это вот так все отдельно занимается. Тоже посмотрите. Здесь много чего-то по-английски красиво написано. Я, честно говоря, не вчитывался, хотя надо было, честно говоря, почитать, что там хоть пишут. И, собственно, сам флакон. Очень вот бархатная такая коробочка внутри, посмотрите. Бокс, посмотрели, да? Все. Вот тут вот такая вот еще штучка, чтобы можно было его удобно открывать. Далее сам флакон. Флаконы, в принципе, как и у первых парфюмов этой серии с Юпримаси Сильвер. Тяжелая металлическая пробка. Флакончик как бы с дымом чуть-чуть. Ну и теперь про сам парфюм. Чем же он меня привлек и чем же он меня так удивил? Сейчас, наверное, люди, которые скептически настроены по поводу арабской парфюмерии, наверное, уже изначально я вижу вот эти вот недовольные лица, намурщенные носы, что он очередной, наверное, какой-нибудь клон. Там, Авентус опять, наверное, скопировали что-то такое вот. Опять эти арабы все своровали, все клоны, все уже это было. Лучше купить оригинал. Но, ребят, не спешите с выводами, не спешите с выводами. В общем, да, действительно, вот первые выпуски Сьюпримаси Сильвер это был больше, можно сказать, клон, пародия на Авентус. Ну, надо сказать, клон не такой уж прямо безнадежный. Те, у кого есть этот парфюм, вполне себе такой носибельный и не без изъянов, но приличный парфюм. И те, кто неофиты в сфере парфюмерии, и у кого нету оригинального Авентуса, ну, вслепую их вряд ли когда кто-либо отличит. Это та же история про дынные ананасики, про березку. Все, в принципе, выдержано в рамках приличия. Но вот эта штука, это абсолютно другой уровень. И вот я прям всеми фибрами души чувствую, что арабы, в отличие от бренда Крит, того же, который вот словно застыл во времени и пространстве, делает вид, что ничего не происходит. И на минуточку Авентус был выпущен в 2010-м, да, году. И после этого, ну, Крида, я не припоминаю каких-то новых релизов или чего-то нового. Ну, то есть, они откровенно так сдулись. То есть, они продают вот эти свои уже морально и физически устаревшие одеколончики с таким видом, как будто ничего не происходит. И по каким-то просто заоблачным ценам. Но арабы, вот это прям видно, если взять Supremacy Silver и взять вот этот вот Supremacy Not Only Intense, это абсолютно два разных сегмента. И назвать этот парфюм каким-то вторичным или бюджетным, ну, у меня просто язык не поворачивается. И также сразу хочу сказать, что это никакой не клон. Кстати, я вот недавно писал пост у себя в Телеграме. Очень полюбили у нас в последнее время слово «оммаж», которое используют и в хвост, и в гриву, что называется абсолютно бездарно. Потому что «оммаж» — это изначально дань уважения чему-то. Вот это из феодальных времен во Франции, когда вассал присягал на верность сюзерену, то есть боссу. И «оммаж» — это нечто такое, вот дань уважения классике. И в данном случае вот это скорее «оммаж», чем какой-то клон или пародия на что-то. И вот этот вот парфюм — «оммаж» целому направлению, не конкретно «Крит Авентус», а есть целое направление парфюмов, вот похожего сегмента, похожего направления. Что же это за направление? Для того, чтобы у вас картинка в голове сложилась, я зачитаю пирамиду с официального сайта. Итак, верхние ноты — это «Бергамот», «Яблоко» и «Черная смородина». Средние ноты — «Лаванда», «Пачули» и «Дубовый мох». И базовые ноты — это «Шафран», «Мускус» и «Амбра». Вот те, кто знаком и с «Авентусом», и с многочисленными на него пародиями, и с такими вещами, допустим, как «Мансера», «Цедрат Боэзе» или «Боа», я уж, пардон мой френч, или «Нишанах Аджуват», вот даже по пирамиде видно, что это не пародия на «Авентус». И действительно, вот этот парфюм — это просто уже какой-то другой уровень. Это абсолютно современный парфюм. И про что же этот парфюм? Ну, начнем с того, что вот если... Почему я говорю «это омажь целому направлению»? Вот я, когда его попробовал, я тут сразу же у меня перед глазами возникла целая вереница парфюмов. Это и тот самый пресловутый «Авентус», это и «Нишанах Аджуват», это и «Диор Саваш Эликсир», это и «Амуаш Интерлют Мэн». Ну, то есть это прям воплощение мужественности, и взяли все самое вкусное, и самое классное, и самое такое прям мужское и модное. Вот действительно этот парфюм стартует просто какой-то феерией яблока, смородины. Вот абсолютно шикарный фруктовый старт. И уже сразу понимаешь, что это уже давно-давно «Авентус» остался в прошлом. Вот как бы это с моей стороны так самонадеянно не звучало, но это действительно так. Вот шикарные фрукты, лавандовость. Лаванда вот мне чем-то напомнила тоже «Диор Саваш Эликсир», когда вот в шлейфе вот уже походил чуть-чуть, и вот эта лаванда начинает шлейфить. Мшистость, вот эта почулистость, которая есть в «Авентусе» в базе, она тоже выкручена здесь на максимум. Амбра. Вот прям красивая, глубокая амбра. Дым. Вот местами даже есть отсылки к интерлюду, плюс дым, плюс шафран, то есть кусочек востока здесь тоже есть. Чего нет ни в «Авентусе», ни в «Хаджевате». Почему я вспомнил «Мансеру» «Цедрат Байзе Интенс», и почему я вспомнил «Диор Саваш Эликсир»? Потому что, ребята, концентрация здесь «Экстрат Депарфам». То есть это духи. Это прям духи, 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 духи. И вот сразу же после первого нанесения понимаешь, что с пол пшика тут можно улететь просто в астрал. Настолько тут все насыщенно, концентрировано и красиво. Но, опять же, даже вот тот же «Хаджеват», «Нишаны Хаджеват», который тоже уже такой хит, он в сравнении с этим звучит, конечно, менее интересно. Он более, он попроще. Просто ананасики вот эти выкрученные на максимум. И такой вот мужской, красивой, дымновато такой, восточной базы, конечно же, в нем нет. В общем, это такая квинтэссенция всего самого классного, самого модного и самого красивого, что на сегодняшний день есть в мужской парфюмерии. Красивая смородина и много мускуса и амбры. Вот прям современные мускуса и амбра материалы, они здесь тоже чувствуются. Ну, то есть парфюм просто передавая современной мысли. И я, честно говоря, вот сравнивал напрямую с «Авентусом», и с «Хаджеватом», и с «Мансерой Цедрат Байзе». Ну, вот почему я говорю, что это омаж целому направлению, потому что здесь вот собрано именно вот все лучшее из основных мужских хитов последних лет. Итак, давайте подытожим, что я вам сегодня рассказал про этот парфюм. «Affnance Supremacy Not Only Intense». То есть это парфюм, квинтэссенция всех хитов мужской парфюмерии последних лет, про которые я говорил, упоминал. Это и «Критавентус», это и «Нишан Хаджеват», это и «Мансерра Цедрат Байзе», и «Интенс Цедрат Байзе» или «Боа», пардон мой френч. И отчасти «Амуаж Интерлют Мэн», вот эта вот дымность с шафранчиком, восточность. Это и «Диор Саваж Эликсир» с его лавандой, с его абсолютно шикарной древесной базой. Современные «Мускуса», современные «Амбра» материалы. То есть это передовая парфюмерной мысли. Никакой это не клон, никакая это не пародия. Это самостоятельный, очень современный, красивый парфюм. С умопомрачительными техническими параметрами. То есть стойкость и шлейф, как и подобает парфюму, здесь просто на каком-то запредельном уровне. Что касается, на какие случаи жизни его носить. Когда его можно носить. Начнем с того, что, наверное, многих он просто испугает своей вот этой вот концентрацией, яркостью. Поэтому тут, во-первых, так же, как и с Диор Саваж Эликсир, абсолютно важно не переборщить с нанесением. То есть, наверное, если вы соберетесь носить такой парфюм на работу в качестве парфюма на каждый день, то это распыление воздуха и вхождение в облако. Если вы хотите использовать его в качестве вечернего, то одного-двух нанесений будет просто, что называется, выше крыши. Мне новинка эта очень понравилась. Просто очень понравилась. И я с удовольствием вам ее рекомендую. На этом все, дорогие друзья. Благодарю за внимание. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok